Никому не понять нас, северян, в том, как мы ее ждем. Движение цвета от белого к зеленому, движение тепла от льда к воде, движение тела от одежды к освобождению, движение души от депрессии к любви. Мы знаем цену этим превращением, мы сами становимся движением. Так искусствовед Татьяна Путинс говорит о весне, которой посвящена выставка, призванная согреть горожан после холодов зимы. Так изначально было задумано куратором, чтобы эти работы несли оптимизм, свет, какую-то весеннюю энергию, пробуждение. Поэтому и такая вот декоративная направленность. Живопись не реалистическая, традиционная, а очень декоративная. И она близка по своему строю, к произведениям, к керамики, например, вот таким декоративным видом искусства. Проект Татьяны Путинс знакомит зрителей с необычными экспериментами в области керамики, фаянса, живописи и рисунка. В составе нынешней выставки более 50 произведений, выполненных в различных техниках и материалах. Большие холсты представляют зрителю мир простых бытовых предметов и разнообразные цветочные композиции. Смелые эксперименты в фаянсе не оставляют равнодушными. Но основной акцент проекта – фигуративные и сдержанные, сложные и минималистичные керамические пласты, которые демонстрируют ярчайшие тенденции в современном декоративном искусстве. В выставку вошли работы и двух рязанских художниц – Галины Хохловой и Галины Сметаниной. Работы сделаны несколько лет назад, наверное, два года. И тоже они были когда-то экспонировались на весенней выставке. Они называются «Пречувствие весны». Ну, общий колорит такой легкий, зеленоватый, с трещинками крокле, говорящий о том, что вот где-то там пробивается жизнь зеленая, где-то тает лед. Птицы, вода, цветы, лодки – все, что ассоциируется с неминуемым приближением весны, представлено на выставке и задает движение в ее сторону. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».